Константинопольский патриарх Варфоломей сегодня вручил украинцам Томас об автокефалии. На церемонии в Стамбул прибыла внушительная делегация во главе с Петром Порошенко, что еще раз наглядно показало, что для Киева это вопрос политический, а не религиозный. Подробности узнаем у Анастасии Ефимовой. Анастасия, здравствуйте. Варфоломей как-то прокомментировал отказ поместных церквей признавать новую структуру. Здравствуйте еще раз. Нет никаких комментариев по этому поводу. от константинопольского патриарха Варфоломеи нет. Он вообще предпочитает делать вид, что все происходящее никак не нарушает церковных канонов. Томас подписан, передан киевской стороне. Решение это катастрофическое. Так прокомментировал все происходящее патриарх Сердский Ириней, который уточнил, что реальная причина подписания так называемого Томаса об автокефалии, конечно же, политическое желание угодить неким силам. Давайте его послушаем. Церковный вопрос на Украине можно решить только собором представителей всех поместных православных церквей. Однако не удалось этим путем решить этот вопрос. Константинопольский патриарх взял право на себя это решать и решает по-своему то, что было решено 300 лет назад. Реальная причина этого неканонического деяния – политика, желание сильных мира сего иметь лучший контроль на этой земле. Аналогичные точки зрения придерживаются предстоятели других поместных церквей. Более того, такую точку зрения они и высказывали. Но здесь, на фонаре, а вместе с ним и в Киеве, политики словно живут в некой параллельной реальности. Вот Петр Порошенко, например, сегодня, получая Томас, сравнил этот день с не больше, не меньше днем крещения Руси. Ну и, кстати, самого украинского президента его коллеги уже даже сравнивают с Владимиром Крестителем, с самим князем. Вот что говорил сегодня украинский президент. Мы гордимся тем, что Вселенский Патриарх, как духовный проводник сотен миллионов православных, как фигура мирового масштаба, услышал наш голос и наши просьбы. И неустанная работа его всесвятости на духовной ниве навсегда останется в истории церкви и в истории народов, особенно православных. А Томас для нас – это фактически еще один акт провозглашения независимости Украины. Он довершит утверждение самостоятельности украинского народа, укрепит религиозную свободу, межконфессиональный мир. Он усилит права и свободы граждан, особенно тех, которые оставались без общения с Вселенским православием и кого несправедливо клеймили неканоничностью. Чьи именно права защищает тот самый Томас? Сегодня у Константинопольского Патриархата была возможность наблюдать собственными глазами, когда сам вона прозвучала «Аминь», в ответ они услышали от паства в вышиванках «Слава Украине, героям слава». Впрочем, у главы Раскольнической церкви Епифания даже бровь не дрогнула. Он продолжил свою речь. Послушаем. И ныне дочь, украинская церковь по воле Божией, благодаря заботе вашей церкви-матери, выросла и утвердилась на объединительном соборе, созданном в Киеве, с благословения вашей всесвятости и при поддержке украинского государства и нашего президента, разделения, которые до недавнего времени имели место в нашей церкви, устранены, а единение обновлено. Первоначально предполагалось, что подписанный Томас уже этим вечером отправится в Киев, где будет выставлен в соборе Святой Софии, а потом с нему сможет ознакомиться абсолютно любой желающий. Но вот сегодня стало известно, что, видимо, это событие все-таки пока откладывается, однако оно непременно произойдет. Так считают в Киеве, и в это приходится верить. Коллеги. Спасибо. На прямой связи из Стамбула была наша специальная. Корреспондент Анастасия Ефимова.